друзья привет записываю следующее видео еще такое предварительное прежде чем мы начнем там уже к трансформациями те сейчас такое скажем так преобразующее представление видео еще может быть еще такой же посмотрим посмотрим вот и для этого я взял буквицу вот прошлый раз я говорил убираем негативное все и я сейчас еще скажу почему не поместилось прошлый раз взял буквицу и когда я начал изучать буквицу мне пришло сознание что в человеке нет ничего негативного нет ничего порочного скверного и негативного по своей сути и все что мы видим как что-то негативное в себе или в других или в мире вот это загруженная информация через которому мы создаем этот мир помните я там на прошлом видео выкладывал это что волновая функция вот это как мы смотрим в своем представлении мы создаем из этой волновой функции форму вот соответственно если у нас есть что-то загружено в программах порочные скверные мы так видим негативное негативное вот или проявляется как негативное или проявляется как порочные скверные это необходимо удалять у себя из сознания то есть нам каждому убирать из себя из себя из сознания чтобы мы своим вниманием не создавали волновой функции действительность ну которая нас не устраивает и вот я открываю буквицу такая буквица мы с добрыми добрыми читаем ее на ночь он с удовольствием с удовольствием слушает а я с удовольствием изучаю это просто я вчера понял вчера только понял это больше года уже не больше года на где-то на и скоро год уже как изучаю буквицу только до 20 или 21 дошли и только вчера понял что это инструкция для богов сколько времени мне было необходимо для того чтобы осознать что это прямая инструкция для богов и совсем другое восприятие мира вот и аз аз первая буквица аз по почитаю делами первая буква аз есть бог сотворяющий на земле помните как что у нас старым восприятие было что мы начинаемся и рождаемся во грехе вот и из этого приходит приходится нам как будто мы уже рождены и мы уже должны справляться вот и кем-то становиться более лучшим раб божий рождается вот это в старой матрице так загружено в той пирамидальной которая рабская вот и смотрите что в буквице пишите аз есть бог сотворяющий на земле то есть это уже изначально рождается значит как это понять я просто прочитаю и аз первая буквица и начало пути человека на земле наши предки считают что каждый ребенок приносит мир семя которое его наделил бог вместе с семечком бог дает все что нужно то есть мир приходит самодостаточный человек уже приходится мы достаточный совет наши дети мы самодостаточные люди по своей сути если мы воспринимаем не так вот ограниченными недостаточными выживающими значит это внедренная программа знаете самодостаточный человек который несет себе знание и ведание бога сейчас я вот открываю буквицу он там про семья было сказано что каждый человек приносит в мир 7 вот есть буква он вот она на семечку похоже как раз образ форма солнечное начало самостоятельная структура но имеющая связь с нами нечто божественное удивительное тут как раз 7 тоже это буквица он это как форма которая как 7 он да кстати тут интересно что написано что раньше не он было ней три четыре от этих форм и слагательных он а было больше я сейчас вам прочитать интересы он единственное число мужского рода они множественное число мужского рода она единственное число женского рода. Оне, множественное число женского рода. Оные, мужчины и женщины из нашего рода. Оные. И иные, об иных людях, которые не принадлежат к твоему роду. То есть намного больше вообще восприятия. Значит, семечко, давайте про семечку. То есть мы уже рождаемся с семечкой сюда, с семенами, всеми, которые необходимы. И тут очень прикольная информация про семечку, как сказано. Ну, так это тут в виде сказа. В зернышке цветка заложена вся структура растения. Ее форма, высота, цвет, аромат. В маленьком зернышке уже есть все-все. Вся информация, которая помещается в стеллаже книгами. Ну, тут типа разговор, диалог, вопрос. Да, в маленьком зернышке собраны огромные знания, как в стеллаже с книгами. Понимаете, из яблочного зернышка никогда не вырастет арбуз. То есть, если аз есть Бог, сотворяющий на земле, и тут в этом зернышке Бог, то ничего другое тут не вырастет. Ни скверно, ни порог, ни негатив какой-то, ни что-либо еще. Богатство. Богатство. Но не богатство в виде Бога. Денег. А богатство, азме есть Бог сотворяющий на земле. И вот эта семечка, с которой каждым мы рождаемся, есть все-все-все. Это больше, чем стеллаж с книгами. То есть, все знания заложены уже просто с нашим рождением. Все знания о жизни, о том, как жить. Вот. Просто старая система или старым вот этим восприятием, это было все как будто бы обрублено. Но не обрублено, потому что семечка всегда здесь. И эта семечка жизнь, именно живая. Живая жизнь, живая жизнь, живые деньги, живая школа. Вот. Вот это живое. Вот эта семечка живая. Тут вся информация есть. Что я дальше? Задача близких помочь ребенку вырасти, проявить божественное предназначение. Божественное предназначение, не что-либо там еще. Понимаете? То есть, нам необходимо... И вот почему классно, я рад, что у нас коллективный процесс в школе начался, что мы можем вообще коллективно вот эти вопросы, на эти вопросы посмотреть, чем мы вообще учим детей. Задача близких помочь ребенку вырасти, проявить божественное предназначение. Не просто дать какой-то диплом и куда-то в систему строить. А выявить божественное предназначение, пройти светлым путем и воплотить в жизнь божественный дар. Вы хотели буквицу для детей поизучать? Давайте мы поизучаем, в том числе сами, родители поймут, что я вижу, что это реально. А здесь есть бог сотворяющий на земле. То есть, буквица это как инструкция для богов. Просто делайте так. Ну, если будет интересно, я его сброшу. В Украине, во всяком случае, где заказать. Да, ну и не спешите там ее прям, что вы ее прочитали, сразу все поняли. У меня наполовину только сейчас начало еще больше раскрываться. Прочти почти год ушел. Слово аза крепко и с делом едино. Вот сейчас дальше вы увидите то, что мы в психологии, в духовных практиках стремимся достичь. Видно, что это изначально у аза есть. То есть, мы как будто бы достигаем, но это иллюзия. Потому что у нас это уже изначально есть, как зерни. Нам надо это зерно дать, прорасти этому зерну. Аз живет в единстве с природой. Чувствует, когда пришло время действовать, он ведает, что степут свой черед и порядок. Никто никуда не спешит. Вот я сейчас еще вам там одну буквицу почитаю. Покой. Я вчера дошел до этой буквицы. Вот. И это покой, это в 20 лет уже. Человек воплощенный в 20 лет уже способен это воспринимать. Значит, всему свой черед и порядок. Никто никуда не опаздывает, не спешит. Все идет своим чередом. Аз не стремится соответствовать чему-то или кому-то. Ни на какой образ не равняется. Никого кумира не делает. Даже не то, что не соответствует, не делает себе кумира. А это изначально. Аз не стремится соответствовать кому-то и чему-то. Потому что он образы подобия Бога. Нет вообще даже идеи такой. Познавать это имеет все отношение к нашему марафону. Потому что живые деньги исходят из живой жизни, из Творца. Я Творец. Аз есть Бог Сатаревичный. Я Творец. Необходимо эту силу в себе пробудить. Осознать, что из меня исходит это богатство. Я являюсь источником. Пока это немного как теория, так и мы пока расширяемся. Это то, к чему мы в результате ретрита должны будем прийти. Как небольшую такую экскурсию. Нет, марафона, прошу прощения. Познавая мир и жизнь, погружаясь в учения, увлечения, направления и т.д. Аз становится собой. Единым и цельным. Не становятся они кем. Нашим детям не надо кем становиться. Они остаются собой. Единым и цельным. Бери для себя то, что созвучно, ценное и пригодится для выполнения его задачи и дела. Аз спокойно и уверенно стоит на ногах, живет осознанно и здраво. Так, есть. И теперь по поводу, что нет ничего порочного, оскверненного и негативного вообще в нас. То есть вы можете увидеть, что вот эти все символы и знаки, такими какими мы их воспринимаем, они у нас уже загружены. Вот и некоторые символы и знаки, практически даже я бы сказал, если не все, вот они искажены, смысл искажены. Например, жить зря. Вот как воспринимается с первого взгляда? Жить зря. Проживать жить зря. Вот как, бесполезно? А если по сути взять слово, саму суть? Зря. Зрить. То есть получается, жить зря, ну это просто необходимо для того, чтобы быть осознанным. Для того, чтобы аз, аз есть, бог соторящий на земле проявлялся. Жить зря необходимо. То есть вот эти вот простые вещи, это не фразеология, то есть это не игра слов. Вот это, ну это суть. Это то, что есть. То есть у нас так искаженное восприятие на многие и слова, и предметы, и понятия в том числе. Сейчас вот слово покой, буквицу покой открываю. Вот. И вот что написано. Это к 20 годам. В 20 лет у человека начинается важный этап в жизни. В 20 лет. То есть до 20 лет нашим детям уже вот к этому необходимо подойти. А если мы в своей взрослой жизни к этому еще не подошли, нам необходимо срочно с этим разобраться. Важный этап в жизни. Время принятия осознанных решений. Осознанных решений уже в 20 лет. Молодой человек или красная девица уже знает, как войти в состояние внутреннего покоя. То есть это через покой только решается. И душевного равновесия. Они ведают, что нужно вовремя расслабиться. Отдохнуть. Отдохнуть. Кстати, рекомендую, если вы давно не отдыхали, устали, прям возьмите себе за правило, сейчас хотя бы во время марафона ложиться спать в 10 часов, максимум в пол 11. Потом в 9, в пол 9 уже отдыхать, выключать телефоны, телевизоры. И возьмите вот на время, там месяц-полтора или плита, вот эту возможность себе отдохнуть, войти в покой. И выспаться. Хотя бы от 7 часов, 7-8 часов высыпаться, чтобы у вас психика полностью отдохнула и расслабилась. Войти в состояние внутренней гармонии и набраться сил для новых свершений. Для новых свершений. Для расширений. Жизнь. Живая школа. Расширение. Постоянный новый виток. Думаю, что 20 лет люди уже понимают, что если пребывать в ленности, расслабленности или наоборот слишком много суетиться, то никого толку от их дел не будет. Можно даже не начинать. Интересно, что когда я спокойна, это одна из персонажей сказок, маленькая девочка. Интересно, что когда я спокойна и радостна, то дела ладятся сами. Значит, в покое есть сила. Дед все делает степенно, спокойно, добротно и красиво. Не спешит и везде успевает. Вот то-то и оно, что тот, кто спешит, у того жизнь мимо пролетает, а толку нет. А зачем спешить? Жизнь торопит. Какая красота кругом. Душа радуется. Сейчас еще вам кое-что тут подскажу. Обратите внимание, это уже вам на вот эту волну настроятся души. Вот истинного Я тоже поможет. Вот прям можете себе записать, исследовать, ловить вот это. Сейчас, сейчас, сейчас. Когда душа поет тихую песню радости. Вот исследуйте вот эту волну свою внутреннюю, когда у вас душа поет тихую песню радости. Попробуйте вот это, то есть не попробуйте, а начните настраивать вот эту волну в своей системе, в своем приемнике. Хорошо. Значит, и тогда дальше еще продолжу по поводу того, что нет ничего негативного, скверного и порочного. Я когда вот это размышлял, сейчас может кого-то немножко это привернет, но вы увидите, что в этом нет ничего по отношению к вам негативного. Это просто загруженное у нас представление. Есть такое выражение, что миром правят символы и знаки. Вот эта система, в которой мы оказались обусловлены, ограничены, фактически как рабами. Вот это тоже система определенная, которая так сформировалась с помощью символов и знаков. И мы, воспринимая символы и знаки по этой системе, мы оказываемся особыми, безособыми, рабами и так далее. Или вот буквица там, руна или вот эта цивилизация святая по своей сути, которая процветающая. Святая цивилизация, святой дух проявляется, где нет ничего порочного, скверного вообще по своей сути. Ну вот там, допустим, если взять фаш, сейчас я открою руну. Есть такая руна, фаш, то что осквернилась и стала фашистским знаком. Читаю. Чтобы понять, что осквернено все, то есть у нас нет ничего оскверненного. Фаш. Фаш. Пламя. Союз, единство, объединение, поражение врагов. Путь земной через огни миру явлен. Все разрушающие вокруг себя огонь, плазмы, энергии созидания. Созидание. Энергия созидания. Через очищение. Сей огонь излучают термоядерные источники. Кроме того, фаш пламенная. Идея, зажигающая огонь в сердцах массы народа. То есть это огонь. Понимаете, фаш. То есть это... Вот есть еще вот такой вот. Мара. Очищение, благосостояние, калавра, переход из одного состояния в другое. Это тоже похоже, только под углом. Мир. Иномирье. Иномирье. Ведяное пламя, сохраняющее покойное мироздание. Вот тоже это не негативное. То есть это просто как объясняющее, как устроено. Соответственно, предлагаю вам обратить внимание на все, к чему у вас есть негативные отношения. Все, что у вас воспринимается как скверное, порочное. Необходимо это отсюда удалить. Необходимо отправить символы и знаки. Только у вас есть загружен какой-то, на какие-то символы и знаки, какой-то смысл и суть. Система уже так воспринимает. Вот эту систему необходимо поменять на систему, которая вас ведет к процветанию свободы. И реализации себя как аз есть бокса творящими на земле. А не как раб Божий. Вот. Или особый, или кто-то еще. Вот я когда над этим думал, мне Добрыня прямо подсветил вот таким вот, ну, я думаю о том, что у нас нет ничего порочного, скверного, негативного. И Добрыня. Ну, сидел там вечером на стуле и говорит, папа, ты можешь мне заусенник с пальчика убрать? Вот и я смотрю на него, и он мне, ребенок, мне показывает. Заусенник с пальчика можешь убрать? Вот. Вот. Я смотрю на него и думаю, что я сейчас вижу. Вот. Вот та старая система подружает мне вот этот, типа скверный знак или там что-то такое негативное. Вот. А я вижу, что ребенок непорочный сидит передо мной, просто просит меня убрать заусенник с пальчика. Понимаете? То есть, когда вы сейчас это увидели, где эта информация поднялась, эта реакция поднялась? Как это имеет отношение к благосостоянию и тому, что сейчас у нас в школе происходит? Если вы что-то видите, плохое, порочное, негативное, где это вы видите? Где вы это видите? То есть, это необходимо отсюда удалять. Вот. Вместо того, чтобы быть в рамках уже загруженной этой системы, которой вы не управляете, которая уже загружена, загружалась с детства, со школы. Тысячами лет загружали, что ты раб Божий, что ты ограничен, что тебе постоянно чего-то не хватает, что тебе надо выживать и так далее. Поменять систему на то, что есть бог соотворяющего времени. Сколько это займет времени? Год? Десять лет? Несколько поколений? Не играет роли. Не играет роли. Просто давайте этот процесс начнем в живой школе. Общий наш. Ну вот, на данный момент это все. Пишите, пожалуйста, осознание и озарение в чате, в общем. Какие еще символы и знаки вы знаете и понимаете, что они не то, что принято считать. Как вот было зря, вот как был Калаврат, вот этот символ. Ну многое, сейчас так быстро мне приходит, если бы не выписал. Вот какие еще символы. Ну вот, например, невеста. Невеста. Веста это девушка, которая готова, подготовленная к семейной жизни, благочестивая. А невеста, соответственно, не подготовленная, не благочестивая. Понимаете? И все стремили стать невестами. Вот. И там есть одно из объяснений, что, ну, хорошее дело браком не назовешь. Не назовут. Вот. Свадьба это союз на небесах. И с вестами это была свадьба. А с невестами это был брак. И мы вот попали в такую историю, что типа и радуемся еще этому. Понимаете? И точно так же мы можем радоваться своему безденежью. Вот. И так далее. Вот. И верить в то, что я ограничен, а мне не хватает. Суть свою осознать. Я когда, давайте еще перед закончанием, я когда исследовал тему денег, ну, один из исследований, вот, был в одном тренинге. И как раз под конец тренинга у меня пришло такое прямо зарение, залетело успел, что деньги исходят из меня. Не где-то и снаружи, а из меня. Вот. И действительно, пока у меня там был бизнес семейный, мы там много достаточно, ну, достаточно много зарабатывали. Но я все время чувствовал, что я как будто на какой-то трубе денежной должен сидеть и там себе что-то отливать в этой трубе. Вот потом, когда открыл уже ресторан Небос, вот уже немножко по-другому начало изменяться. Но только когда я действительно стал на свой путь и начал реализовываться, ну, сначала это были терапевтические сессии, вот, потом уже ритуиты, вот. И вот тут я прямо почувствовал, что деньги исходят из меня. Я источник. Я источник творческой этой энергии, духовной, времени, внимания. Вот. И в зависимости теперь уже от моих настроек, я могу этот источник и просто щедро им делиться. Если мне необходимо что-то для семьи, для рода, вот я могу это монетизировать в деньги там, в какое количество мне необходимо. Вот все остальное могу просто делиться. Поэтому я свободен распоряжаться этим источником в соответствии с текущими временем, задачами, в соответствии с потребностями моей семьи, моего рода, там, коллективного поля. Вот. И желаю, чтобы мы вот этот источник в себе раскрыли полностью, раскрывали, вот раскрыли полностью. Кто еще не написал намерение, пожалуйста, пишите намерение. Пусть это видео вас еще дополнит, еще доосознает. Какое у вас намерение? У вас намерение, чтобы были... Ну, сейчас, ладно, давайте вот эту денежную тему посмотрим. Чтобы вы меньше платили, вот, или чтобы, там, соответственно, вы меньше платили, меньше, там, и школа, и учителя получали. Вот. Или чтобы мы все больше жили в большем слегла состоянии или в изобилии. Куда намерение идет? Вот прям вот это, ну, подсадите, последуйте вот эту тему. Пусть оно в расширение у вас пойдет. Все, друзья, обнимаю. До следующих встреч, до следующего видео. Информацию сброшу там ближайшие, и завтра, что там дальше будет у нас. Я сейчас хочу, что, как только вы намерены начнете озвучивать, уже начнем тогда практические занятия и эфир для встречи. Вот, не так, чтобы мы вошли в поле. Вы озвучиваете намерение в поле, и работает это таким образом. Вот это мы не раз проверяли, как работает поле, когда мы так организовываем его. И когда входите со своими намерениями в поле, то вы уже не один на один с намерением, а все поле сознания и энергия поля работает над реализацией вашего намерения. И это уже такой действительно магически интересный процесс, который за рамками вы просто линейного восприятия своего мышления. Поэтому озвучивайте свои намерения. Смело, даже если вам не верится, озвучьте то, что вы хотите. Даже не хотите. То, что вы намерены, чтобы было. Намерение — это истинное намерение. То, что в действительности уже есть. Просто оно еще не проявлено. То есть еще время не подошло, чтобы оно проявилось. Но это уже есть истинное. То, что есть, грядет для вас. Вот это уже есть. Если это не ваше истинное, там не будет энергии, туда внимание не придет. А истинное оно уже реализовано. Пишите, пожалуйста, в чат. Или пишите, озвучивайте в кружочке свои намерения. Ну и вот это видео по поводу негативного тоже осознайте. Мы гружаем все негативное из свое сознание. Вот. Поэтому у нас поле формируется. Нету негативного. Поэтому нету разделенности. Все только в синергии, в созидании. Все в плюс. Вот когда нету негативного, все в плюс идет. Все, до встречи.